Господи, мы молимся, чтобы сохранил Господь этот прекрасный нос, вот как он выглядит, почти километр длина его, трехрядное движение в одном направлении в другом, это город Барнаут, 9 апреля 2023 года, Аллилуйя, вот это вот называется быки, которые стоят все в воде, мы сейчас еще покажем, вот где заходить надо, раз, два, три, четыре, пять площадок Вот мы сейчас посмотрим, как дальше идут, вот он, Барнаут, лебедички играют хорошо здесь люди, вот он на той стороне там, видать И вот сколько здесь этих, ого-го, фонарей тут, фонарей очень много Вот Барнаулка, Барнаул, лоб сказать, не Барнаулка Вот она, километр почти Льзинки плывут все еще, видать Камни набросанные Ну, набросанные, а вот покрыто, плитами Вот так А это вот, высокий холм набережной И вот какими террасами сделано там, люди могут сказать, а вот ребятишки с этими Скаутерами, как называть Оттуда думают ехать, это опасно А вот здесь идем мы Набережная, то ли в семнадцатом году ее сделали набережную Вот они, какие фонари А вон там ребятишки идут Вон Барнаул Барнаул, большими буквами там Может быть метра тридцать с лишним Вот мы сейчас посмотрим Река Опь 5410 километров Водного бассейна 2 миллиона 990 тысяч кубометров В Карское море Образует 800 километровый залив Обская губа В Бее вода мутно-зеленоватая Она в Катоне грязная, серая В пределах городской черты Барнаула 47 километров Средняя глубина 4,6 метров Наибольше 10-12 метров Местами 20 В районе железнодорожного моста Талами, снежными водами питается В основном С конца апреля до июля На ее притоках Обратное течение С середины 11 века По реке и основным притокам Ходили пароходы С юга на север Более 50 видов рыбы Новосибирск, Барнаул, Бейс, Алихард, Нижневарца Сургут, Нефть и Юганск И в то же время Множенство мест Где еще никогда не ступала Нагащая на лед Около 5-6 месяцев в году Русло обе спрятано подо льдом В зависимости от степени Суровости зимы Первые упоминания об обедах Дарились 15 векам Старинной русской реписи Сказания о человеческих Незнаемых в восточной стране Вот так Автодоми или мотоцик На территории набережной запрещено Купаться в реке Тут одна женщина зимой Нырнула и ночи за полтора километра За неделю, чтобы Оставлять детей без присмотра нельзя Ходить в купальниках Нельзя Вот что можно, что нельзя Бросать мусор Гулять с собаками Без палатка и намордника О, как все умно сделано Я говорю Город Барнаул Один из самых красивых городов Какие я в жизни встречал И как все обихожено Какая красота Это вот мы завернули По набережной уже Вот на какой высоту Мы поднялись постепенно Ооо А там навешали на столбах В каком году В какой город завоевали У Германии отбили обратно У меня отец с фронта пришел По Смоленскому потерял руку левую У мамы три брата Макар, Филарет, Умануил Говорят, были артиллеристами Ни один не вернулся Поэтому все, что здесь делается Говорится, все близко А вот Я бык один Три Быка Три Четыре Пять Шесть Семь На другой уже там на землю Ложите Семь Семь Шесть пролетов Шесть пролетов Семь Вот он, Барнаул Мы прямо на него смотрим На надпись эту Идем дальше До конца узнаем сегодня Как создавалась набережная Можно посмотреть Ооо, 2018-15 Город красота Так можно назвать Город-то небольшой Шестьсот где-то Двадцать одна тысяча Что ли Сто семнадцать тысяч С половиной машин Попутно сказал Вот пойдем дальше Там он Где можно От солнца спрятаться От дождички А вот сколько скамеек Сидеть можно Раз, два, три, четыре, пять Шесть, семь, восемь Девять, десять, одиннадцать, двенадцать Вот только двенадцать скамеек Даже по три человека сядут И уже в тридцать шесть А это вот все Похоже рябину насадили Будет, если природет Прирастет Рябиношка будет Ой, тот берег Везде тополя растут А тут два притока Или как губы Или как назвать их Видать Я не знаю тут какие Мы вместе Ну, это смотря как Вор придет А тут написано Мы вместе Это Льва Николаевна Хотя и выйдет Мы с ней вместе ходим Вот конец этой вот набережной Ухоженной, так сказать Можно даже посмотреть Она вплотную Тут уже не добирается Тут еще терраса Ниже нас идет одна А мы никуда не поднимались А на уровне как раз Вот так Второй ярус А тут И вот мы дошли до конца И там видно какие Ого-го-го-го-го-го-го Вот тут много метров Я не знаю сколько Вот она тут скатывается Как бы вниз сделана Подкопали И там вон Высоковольтная линия Видать проходит Провода Мотнулись И через реку Опь вот она вода течет здесь уже ничего нету переход по льду запрещен ну да спасают а тут выше 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 очень высоко обрыв сейчас мы найдем я пойдем вон там последняя лестница по ней поднимемся уходим назад вот львов николай поднимается это общий счет как говорят крупнейшая река в сибири мы данные записали вот сколько здесь террас там внизу люди идут этому настолько выше поднялись уже на уровень моста зашли вон видно как машинки бегут так это воскресный день 9 апреля 2023 года воскресенье вербное через неделю будет пасха христова вот мы где поднимаемся вот они по ступеням показать как то я поднимаюсь а за мной сестра любовь николаевна вот уже мы повыше поднялись а по обе все так же текут маленькие видишь как осколки а тут везде фонари там такие горы это горы ну глиняные подъемные и вот мы тут поднимаемся любовь николаев меня догоняюсь вот она вот уже насколько ниже намного ниже и вот мост идет мост мост а там это леруа там какой огромный магазин такой хороший вон какой мы были там а там как горло высокобольтная линия идет и переходит перелом вот а этот бригантина ли как а волна называются красивые такие здания это барнаул 9 апреля вот любовь николаевна идет внизу это вот матушка это другие от от притоки какие-то я не знаю что это такое любого просто на рыбалке места а там виду здание 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 сегодня у нас воскресенье 9 апреля вот ребятишки катаются хорошо тут хорошо кататься не падайте только а вот эти как написано барнаул запитки уже а тут нос красавица 5 3 движения в одном направлении 3 другом мы уже про него говорили вот один разу подойти вот к этому ты пойдем к храму вот это вот что там такое пойдем прочитаем на горный парк в 2017 году благодаря правительство российской федерации администрации депутаты ати генерирующий газопром ясная поляна все зафиксировали не видно будет что какие были люди которые приняли участие но тут что-то подземные я тут был шахматом алексеем и давай здесь вот вызвал товарищи у которого квадрокоптер там великоптер летает и мы здесь стояли подняли руки и молились а у него аппарат записывал оттуда и показал как будто из неба ну им интересно это лисеницы вот какая лисеница сколько шишек тут вот какой что-то тут станки танки еще не сейчас прочитаем подойдем вот сколько работников и 45 вот за ленина ребятишки ну про войну подарок называется танк барнауле много было военных заводов оттуда были я работал с одной на работа на заводе а потом на пенсии была сторожем что такое прочитаем ленин это орден ленина видать ссср что такое страна стран стран соединение здесь непонятно как прочитать продукцию 50-миллиметровые ротные милометы запсозны счастливые танки, танковые радиостанции, горючие смеси ручной гранаты в течение всего военного времени периода город поставил фронту 2,5 миллиона тонн зерна и 49 тысяч тонн мяса барнаулисами фонд обороны было собрано 10 миллионов рублей на эти деньги строилась военная техника в том числе торпедные катера типа г-5 на предприятиях города работали десятки комсовольско-молодежных гвардейских и фронтовых бригад которые неоднократно побеждали во всесоюзно-социалистических соревнованиях и были награждены переходящими красными знаменами государственного комитета обороны ЦК ВКПБ и ЦК ВЦСПС за трудовые подвиги медали за доблестный труд в Великой Отечественной войне 41-45 годов награждены 32 тысячи 485 барнаульцев сотни рабочих и служащих были награждены орденами медалями СССР нагрудными знаками наркоматов, ценными подарками орденом Тодового Красного Знамени в 1942 году награжден Барнаульский вагоноремонтный завод я на него работал строили там орденом Ленина в 1943 году награжден Трестстройгаз в 1945 году за вводы номер 1, 7 или 17 и номер 77 вот это да мы сейчас еще с той стороны я посмотрю подойду подождите здесь руки мерзнут снимать сколько раз сходил и ни разу сюда не подходил ааа вон оно что тут он высокий этот указ Президента Российской Федерации о присвоении почетного звания Российской Федерации город трудовой доблести значительный вклад жителей города в тишине победы в Великой Отечественной войне 40 1945-1945 годов обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях проявленная при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоит почетное звание Российской Федерации город трудовой доблести город Барнаул президент Российской Федерации В.Путин Москва Крым 20 мая 2021 года номер 304 Стелла установлена Российской военно-историческим обществом правительства Балтайского края и администрации города Барнаула в 2022 году то есть это совсем недавно я еще сейчас покоснусь мы пойдем к храму туда обойдем вокруг ну это то же самое ткани это не то же самое Ого Стелла Орденом Октябрьской революции в 1970 году награжден город Барнаул за большие заслуги трудящихся города и вклад в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 годах в город Барнаул было эвакуировано 14 крупных предприятий преимущественно машиностроительных на базе которых впоследствии основано 7 предприятий за годы войны на заводе номер 77 трансмаш выпущен каждый пятый дизельный двигатель для танка Т-34 всего более 10 тысяч единиц заводом номер 17 Барнаульский станкостроительный завод произведен каждый второй винтовочный патрон всего выпущено около полтора миллиарда патронов разных калибров Барнаульский вагонно-ремонтный завод направил на фронт ремонтно-восстановительные и санитарные поезда более 1700 вагонов миллионы снарядов Барнаульским меланжевым комбинатом произведено 137 миллионов миллиметров ткани около 40 миллионов метров парашютных строп 5 миллионов метров стерлинг шлангов всего обмундирования получили более 50 дивизий в Барнаульске сапога валяльной и обувной фабриками пошито около полтора миллиона пар обуви в 1944 году производительность общинно-шубного завода составляла до 20 тысяч шуб и полушубков в месяц ой 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 Октябрьской революции наградили орденом алтайцы отличились и в войну и в гражданскую вон Мелруа там это видать машины как катятся и где этот главный магазин вот Барнаул стела сколько же высота ее ну до 30 метров есть больше может ну все пошли посмотрели хоть один раз одного бы ребенка не пускать да все идем мимо храма и спускаемся вниз домой все ну вот так ну вот тут можно поближе подойти расписание совершения богослужения где святой пасхи видишь как хорошо все сделали охраняются где ведомственные охраны вот мы сегодня колая напрасили вот она стоит мы сейчас идем в город оттуда спускаемся безвременно ушедший как они определили что он безвременно ушедший значит время было какое-то назначено а иначе как можно сказать безвременно вот та сторона рядом тут вот мост бегут машины а вот крест ни о кого него не было спаси и сохрани больше еще на нем нет а внизу написано во славу святой жаловы 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 в городе Барнолу в 17-м в метрополите алтайском сирии и губернаторе кармин все счастливы крест господен возобновлен в память будет тысячелетия рождества христова во кресту твою поклоняем сабаты ко святой воскресенье твоя славе вот это да ох как хорошо вот воскресенье 9 апреля мы с Ивов Николаевной пришли и вот этот любимый мост куда я хожу каждый день молиться чтобы его никто не раз не взорвал ничего как машины бегут и вот и вот и вот снежинки падают а вот знаменский монастырь прям идем туда все 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 народного хозяйства вот это они вот оно первое что какие были вещи все деревянные деревянные а там вверху храм стоял огороженный тогда он был в 1741 году на территории Нагорного парка планировалось возведение крепости которая бы защищала Барнаульский сервер плавильный завод вместо крепости в 1772 году в 1770 принято решение об открытии в этом месте в 1770 в 1774 году по проекту ученика Ивана Ивановича Позунова и Ивана Черницына построен деревянный храм Иоаннов Предтечник в середине 15 века деревянная церковь обершала новую каменную церковь спроектированную по полу заложили 10 августа 1850 году на самом северном склонном кладбище на новом месте до 30-х до 20-го века также были свеченные могилы и не говорится был создан парк культуры и отдыха ну вот сначала во своем цели возникли необходимые демонстрации достижения народного хозяйства и место для этого выбранного горного парка по проектам архитектора Попова, Барановского и Казаринова началось строительство первых павильонов 23 октября 2006 года выставка достижения народного хозяйства посетителей построены 16 павильонов 7 помещений для содержания птиц и животных водоем служебное помещение завершено благоустройство территории это Алтайский округ город Барнаул вид на горной части это тогда да это павильон ВДНХ ну все те которые были строительством все а теперь вот это с этой стороны посмотреть павильон 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 отсюда плетен Kathryn сделаны вот и плетенки сделаны мальчишки так Все